Что реализовано и какие задачи еще предстоит решать сибирской медиагруппе, рассказал в интервью корреспондентом Политсибру руководитель медиахолдинга Андрей Абрамов. Главным достижением года 2018-го он считает создание информационного портала «Толк», называет это стратегическим шагом. Появится ли в 2019-м в составе холдинга новый телеканал? Какие требования предъявляются команде СМГ, чего ждут от нового редактора Политсибру? Об этом и не только читайте на страницах этого издания. Госдума хочет ввести запрет на курение за рулем, сообщает информационный портал «Толк». Курение отвлекает водителя от дороги не меньше, чем гаджеты. Один из депутатов уточняет, что в России во время езды запрещается пользоваться мобильными телефонами. Вряд ли кто-то поспорит с тем, что сигареты, зажигалки, спички и пепельницы тоже отвлекают водителя. К тому же курящие водители часто находятся в салоне не одни, и они наносят вред здоровью пассажиров. На Алтай пришли морозы под 40. В связи с этим орнитологи в тревоге. Птицы могут погибнуть от голода. Кормушек для пернатых в Барнауле меньше год от года. А ведь если птицы не подкрепятся чем-нибудь съестным, они могут замерзнуть. Орнитологи Алексей Эбель и Артем Кочер напоминают, что самый универсальный корм для птиц – нежаренные, несоленые семечки подсолнечника. Барнаулец зовет туристов съездить в Монголию. Житель краевой столицы Роман Мурашов организует джип-тур из краевой столицы в Улан-Батор. Участникам обещают показать первозданную природу и пустыню Гоби. Путешествие пройдет с 29 июня по 14 июля, а с 15 по 28 июля планируется путешествие по обратному маршруту из Улан-Батор в Барнаул. Подробности можно узнать со страниц московского комсомольца на Алтай. 12 февраля в музее-заповеднике имени Шукшина откроется художественно-документальная выставка «Василий Шукшин. 45 мгновений жизни», посвященная 90-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка. Основой выставки составят новые поступления фонды музея, представленные впервые. Фотографии, документы, письма, личные вещи расскажут о многих моментах творческой и личной жизни Василия Макаревича. Чем еще планируют удивить создателей экспозиции, читайте на страницах Бийского рабочего. Отмечу, что открытие экспозиции состоится 12 февраля в 12 часов по адресу село Сростки, улица Советская, 86.